Новое видео выходит каждый день в 20.00. Не так давно мне скинули один очень интересный пост с паблика DRP FACT. С вашего позволения, сейчас зачитаю данный пост, дабы вы понимали то, о чем в данном видеоролике пойдет речь. Противозаконное правило SAMP, или бан за отказ показа экрана. На многих серверах SAMP администрации демонстративно проводят расследования подозреваемых людей в читах, заставляя людей демонстрировать экран маленькой тавтологии, однако не имеет значения. Эта практика пользуется спросом уже много лет и почему-то все закрывают на это глаза. DiamondRP пошел дальше. Игроки, поймавшие бизнесы, обязаны включить демонстрацию своего экрана ютуберу в скобочках админу, который самостоятельно проводит этот процесс, а далее постит его к себе на канал. За отказ показать экран, естественно, вы получаете бан. Поэтому один из игроков обвинил ютубера и красную администрацию в нарушении Конституции РФ. Ваше мнение, можно ли как-то заменить этот процесс проверкой на читы без демонстрации экрана или просто античит фигня? В общем, сейчас хочу вам рассказать, в чем же состояла вся эта жалоба. На основе статьи 23 и 24 Конституции РФ, в которых сказано, что каждый имеет право на тайну личной переписки, а также на сохранность личных данных, исходя из этого, можно сделать такой простой вывод, что никто не имеет права заставлять тебя показывать экран и угрожать банам. Ведь на компьютере может содержаться твоя личная информация, которая, так сказать, твоя личная информация. В общем, по Конституции РФ ты не обязан ей ни с кем делиться. Однако, то есть понимаете, в чем дело? Если ты отказываешься показать экран красной администрации, а в частности это обычно делают админы, все ради контента, то тебя банят. То есть, я, блядь, я когда у этого, блядь, я подумал, это че правда? Типа, у меня первый вопрос, это че правда, блядь? То есть, серьезно просят, блядь, показать экран на полном серьезе, блядь? То есть, если бы меня попросили экран, я бы послал их нахуй. Почему, блядь, почему, если я словил бизнес, и я, блядь, должен доказывать вам в том, что я невиновен, и у меня нет читов у нас вообще-то, блядь, по той же самой статье Конституции, 51-й, кстати, а действует презумпция невиновности, вы должны сами доказать, что я, блядь, читер. То есть, я не должен против себя клеветать и так далее, а вот именно показ с экрана это клевета против себя. То есть, вернее, даже не клевета, а свидетельствование против себя. То есть, никто не обязан это делать, если вот так по Конституции смотреть. И, понимаете, даже если данный бизнес поймал читер и так далее, с читерами должны бороться администраторы и античит. И если они не справляются, то это уже ваши проблемы, а не проблемы игрока. Какого хуя вы заставляете их показывать экран? Я не знаю, возможно, на всех остальных серверах так же, однако, ну, чё-то на Аризоне я такого не видел, за исключением того момента, когда Марас Шакур наёбывает человека на 1 миллиард вертов, попросил его показать экран. И потом такой, ага, 100 тысяч логов. Не, ну это бан. То есть, это банчик-бойчик и наподобие того. О, Даймонд, наполнимся, вы что, вы, блядь, серьёзно? Разумеется, Даймонд знает, что это нарушение Конституции РФ, естественно. И, наверное, ютуберы, хотя вот насчёт ютуберов, я вот, ну, не совсем уверен, что они вообще знают, что такое Конституция Российской Федерации. Я сомневаюсь, что они когда-либо её читали. Я уж не говорю о том, что они знают какие-то там свои права хотя бы. Не то чтобы обязанности, а хотя бы права. Обязанности тебе хоть где скажут, а вот свои права знать, это, конечно, да. Но, однако, Даймонду ничего нельзя предъявить. Я уверен, что у них где-нибудь там в публичной оферте, там, где-нибудь на сайте или в правилах, вот, проекта, когда ты с ними соглашаешься перегистрацией, по-любому там где-то вот это есть. Или даже если этого нету, то, типа, это можно спокойно дописать, и никто ничего не докажет. Поэтому, то есть, тут Даймонду предъявить что-то очень сложно. Однако, вот, если чисто по-человечески говорить, Даймонд, вы чё, блять, охуели? Ну да, я словил бизнес, если я словил его читами, то предоставляйте доказательства и, сука, баньте меня. Какого хуя? Какого хуя, блять, происходит? Мне вообще, мне, знаете, мне всегда не нравилось то, как работает система подачи жалоб на администрацию. Всегда, когда я получал бан, я всегда подавал жалобу. И, понимаете, то есть, тебе не предоставляют доказательства того, где ты вот именно провинился. Тебе не предоставляют фрапс от администратора. Тебе ничего не предоставляют. То есть, просто в тему отписывает администратор, говорит, что я предоставил доказательства старшей администрации. То есть, он может их даже не предоставлять, если там у них какой-то блат и так далее. И просто они скажут, администратор предоставил доказательства, то есть, у вас действительно были читы, вы действительно словили там дом, бизнес и так далее. С использованием читов. Хуй ты чё сделаешь? Потому что ты сам решил играть по таким правилам И мне, блять, это абсолютно непонятно Даймонд, блять, но на полном серьезе Тут не столько речь про персональные Какие-то данные на сохранность личных данных И переписок всем уже давно Похуй, потому что, блять, все пользуются Вконтактом, а немногие Пользуются, опять же, mail.ru почтой Потому что Gmail, как по мне, намного Удобнее, намного защищеннее, блять Все-таки трехфакторная аутентификация Когда тебе нужно ввести пароль Нужно ввести код из смс Потом нужно ввести, блять, гугл аутентификатор Это пиздец, то есть Вы представили, тремя данными нужно Обладать человек, который, ну, первое Ладно, не меняется, однако второе, ну, меняется То есть его вполне спокойно Можно запросить заново, то есть Я говорю про смс-код и про гугл аутентификатор То есть это вполне спокойно Можно запросить заново, и, то есть Ну, это, ладно, мы немного отвлеклись, опять же Мы не про то, сука Администрация на гта сам серверах Работает максимально хуёно, но это, блять, серьезно Вы что, серьезно, блять? То есть, я надеюсь, что кто-нибудь Когда-нибудь подаст в суд на Мао Демиана За то, что он там показывает Рабочие столы других людей Его посадят, потому что, ну, в самом деле Я уверен, что Мао Демиана, он даже не поймет За что его посадили, потому что он тупой То есть, ну, Мао Демиан, он максимально тупой Опять-таки, хоть я и рофлил То, что, блин, он меня слил, но это были рофлы Насколько вы понимаете Но, блять, ДРП-факт Я вообще не знаю, что это за группа Наверное, она рассказывает про какие-то факты О Даймонд Ролеплей Лучше бы такой был, там, про Адванс Ролеплей Хотя, вроде бы, есть АРП-бан и так далее В общем, ладно Я думаю, что в данном случае Вы меня поняли И больше мне по данному поводу сказать нечего Я бы мог, безусловно, еще очень долго Растягивать хронометраж до 10 минут Однако, я не буду этого делать В общем, ладно Не показывайте экран администраторам Если вы честно поймали бизнес И вы сами в себе уверены, блять Вот, только если вас забанят Я не знаю, что вам можно делать Подавать в суд, наверное, только там На Даймонд Ролеплей Однако, это все равно у них все можно записать В правила сервера, с которыми ты соглашаешься Когда заходишь на этот самый сервер Когда регистрируешь аккаунт В общем, ладно Всем огромнейшее спасибо за просмотр данного видеоролика Мудрость я вам уже Рассказал Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok